Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Сегодня на нашем обзоре собор Atlas Compact от компании Atlas Water Sport. Ну что, поехали! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Хочу вам сказать несколько вступительных слов. Это однозначно не просто обзор вещей, которую мне дали. Это уже скорее увлечение. Я специально не стал снимать в первые дни, как я начинаю учиться, как я начинаю это, как то, как ее раскладывать. Вы это все увидите чуть позже, я вам все покажу. Но самое, что интересно, попробовал ее я, мой сын, жена, все были просто в восторге, реально. Раньше я как бы видел такие вещи, думал, да, ну вот ее таскать с собой, там то, сё, пятое, десятое, она здоровая, неудобная. Но после того, как я получил данную доску, это просто изменило все. На самом деле она очень компактная, всего 7,5 килограмм, но со всеми примочками там где-то 8-9 килограмм она будет весить. Немного о ее спецификациях. Длина данной доски 330 сантиметров, ширина 86,4, толщина 15 сантиметров, максимальное давление 1,7 бар. А сделана данная доска из инновационного материала HITREX, немецкой компании HITEX. Ей не страшны ни порезы кораллов, ни камни, вы можете спокойно вытаскивать на берег, вставать на нее нет. Никаких проблем. Все проверено мной. Естественно, если вы со всей дури там прыгнете на коралл или еще что-то, естественно, все может сломаться, все может порваться. Но какие-то минимальные зацепы, еще что-то ей не страшны. Поверьте, когда вы ее таскаете от отеля, допустим, до моря, те же, я не знаю, там 50-100 метров, если случайно вы зацепили там об асфальт или об угол, ничего с ней не будет. Все. В чем плюс данного материала? То, что он, во-первых, прочный, как я уже сказал, и еще огромнейший плюс, то, что он делает доску гораздо легче на 20-30%, чем при использовании обычных материалов. По комплектации. Это сама надувная доска Atlas Compact, съемный центральный плавник, страховочный фал, насос двойного действия, ремкомплект, сумка-рюкзак и, естественно, инструкция по пользованию. На данную надувную доску распространяется заводская гарантия целых два года. Насос реально гораздо больше. Это насос покупной отдельно, этот не давался к нему, к нему идет чуть потоньше, зеленого цвета. Вы можете посмотреть на официальном сайте полную комплектацию данного САПа. Также вы можете приобрести вместо вот такого насоса, чтобы делать вот эти движения, вы можете купить тупо электрический насос и как накачивать, так и сдувать данный САП. На самом деле очень удобно, но правда, вот я вам честно скажу, он кажется здоровым, но он реально невесомый. То есть возить его в поездки элементарно. Ну что, начнем. Берем ваш САП, ослабляем ремешок. Все, что вам нужно, это САП и насос. Далее подключаем. Насос элементарно, одной рукой сдунули от грязи, поткнули, прокрутили, все. То же самое вытаскиваем. Раз, воздух не спускается, берем крышку, закрываем. Ну что, поехали? Давайте на время. Раз, два, три. Максимальное давление 1,2 бара, 17 PSI. А я качаю где-то 8-9. Вполне достаточно. Он становится твердый, как камень. На нем можно прыгать, бегать, все, что хотите. После того, как вы накачали все это дело, вам нужно прикрепить центральный плавник. Ваш САП готов, можно спокойно идти на море. Итак, что я вам скажу. По поводу научиться грести и стоять на доске, это у вас займет, ну вот лично у меня заняло где-то минут, наверное, 20-30. Ребенок у меня вообще запрыгнул минуту через две на нее и спокойно стоял. Но у него как бы вес поменьше и болтает, соответственно, чуть меньше. Хочу вам обязательно посоветовать купить какую-нибудь водонепроницаемую сумку, чтобы вы могли спокойно ее убрать под вот эти резинки и не волноваться то, что у вас телефон промокнет, камера или еще что-то. Также на данной доске есть обалденная штука, это крепление для GoPro. Наверняка она есть на других досках, но это настолько удобно, то есть реально классно удобная штука. Плюс у данной доски есть универсальное крепление для плавника. Что это обозначает? Означает это две штуки. Во-первых, вы его абсолютно спокойно снимаете, одеваете, если вдруг сломали, можете купить, заменить. Плюс вместо данного плавника вы можете спокойно поставить мотор. Он туда подходит, можно его купить, можно купить хороший, можно купить подешевле на Алиэкспрессе. Ну, не знаю, лично мне кажется, что с веслом как-то больше такой кайф. Не, ну, наверняка обязательно нужно попробовать и с мотором, я ничего не говорю, возможно, будет такая возможность. Мы все это дело проверим, протестируем. Пока у меня есть только весло, и я реально доволен тем, что происходит. Это реально круто. При желании можно даже половить рыбу абсолютно спокойно, взяв с собой удочки, какие-то вещи. И не переживать за то, что они куда-то у вас пропадут или еще что-то, или намокнут. Потому что одному утопить ее практически невозможно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привязывая ее к ноге, вы можете абсолютно спокойно доплыть до какой-то хорошей лагуны, спрыгнуть туда, одеть ласты, маску, поплавать. Не боясь, что ваша доска уплывет, залезть обратно и поплыть обратно в отель. Потому что в отеле куча народу, это неинтересно, это вечно хождение по головам. А тут, как вы видите, да... Я абсолютно один. Друзья, если у вас появились какие-то вопросы по поводу где купить, как починить, что где, обязательно пишите мне внизу. Все ссылки на производителя, на их инстаграм, на все будут под видео. Обязательно залазите, смотрите цены, смотрите комплектации. Есть абсолютно разные доски разного назначения. Это, наверное, самая легкая, которую я видел. Она реально легкая и реально собирается очень компактно, как вы уже это видели на видео. То есть я это не придумал. Это реально легко. Если вдруг вы потеряли насос, если вдруг вы сломали весло, пошли в любой магазин, купили. Все, что от вас требуется после того, как вы наплавались, накатались, получили кучу удовольствия, разобрать весло. Естественно, вы его складываете. Обязательно не забудьте поставить лодку в вертикальное состояние, чтобы она стекла, чуть-чуть высохла, буквально хотя бы 15 минут, иначе она начнет тухнуть, портится у вас в рюкзаке, когда вы ее скрутите. В общем, будет не очень хорошо. Снимайте средний плавник, он снимается элементарно. Нажали на защелку, потянули за веревочку, вытащили его, сняли, убрали. А что касается сдутия самого САПа. Все очень просто. Положили его на ровную поверхность, открыли крышку. А тут есть клапан, который нужно нажать и повернуть. Итак, после того, как он закончил свистеть, естественно, нажимаем. Смотрите, на мой взгляд, сначала лучше его просто скрутить, выдавить весь воздух, потом сложить пополам, соответственно, и опять скрутить. А, в два раза. Есть еще вот такая вот удобная штука, которая будет скреплять ваш САП, когда вы его скрутите, чтобы было более удобнее класть его в тот же рюкзак или чемодан, неважно, в чем вы его повезете. И затягиваем его вот таким вот образом. Получается вот такой вот кулечек. Как вы видите, сам рюкзак в два раза больше данного САПа, поэтому сложить сюда можно помимо САПа еще кучу всего. Да, вы видите размер. Здесь стоит большой насос. То есть, по большому счету, больше ничего нет. И идет, естественно, в карманах все доп. средства, то есть, начиная от крепления и всего остального, даже с запасом. То есть, помимо этого, сюда можно засунуть еще кучу всего, взять его на плечи, взять его за ручку, взять его за эту ручку. То есть, очень удобно переносить. И вообще, очень такая компактная штука. Либо при желании, просто спокойно убираете его в чемодан. Спасибо компании Atlas Water Sport. Все контакты вы найдете под видео. С вами, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok